Очень много мы достигли за последние годы и в плане интеграции, особенно по линии Евразес, и в плане двусторонних отношений, и в торговле, и в кооперации. Конечно, хотелось бы, чтобы это была более глубокая кооперация, чтобы объемы как-то нам расширяться. Мы готовы к тому, чтобы загружать больше производства, создавать дополнительное сборочное производство, загружать те, которые есть. Словом, правительством есть над чем работать. И было бы неплохо, если бы из-за пандемии этот отложенный визит президента Казахстана в Беларусь состоялся. Это хороший бы был толчок к дальнейшему развитию наших отношений. Я думаю, что вы всегда будете крепкой опорой для наших отношений. Мы еще немало сделаем в плане развития наших отношений. Очень на это надеюсь, что вы будете долго-долго работать на ниве белорусско-казахстанского сотрудничества. Я очень рассчитываю, что мы еще немало сделаем с вами во благо двух наших народов. Дорогой Александр Григорьевич, разрешите передать вам искренне пожелания наилучшего от первого президента Ельбасы Назарбаева и самые искренние дружественные пожелания от президента Казахстана Хасмича Маркин Миштокаева. Передавать большой привет. Спасибо вам большое. Казахстан, Беларусь являются дружными странами, которые поддерживают друг друга на любой арене, в том числе и международной. Поэтому я хотел бы сегодня выразить вам огромную благодарность. Год был непростым. 2020 год, борьба с пандемией, когда все страны самоизолировались. Со стороны Беларуси мы видели большую дружескую помощь. Продолжение следует...